Два месяца в режиме нон-стоп. Волонтёры Люберецкого округа продолжают оказывать помощь нуждающимся. Даже после послабления ограничительных мер. Самая востребованная просьба – доставить на дом продукты. Молоко, кефир, белый хлеб, колбаска, любительство. После полученного списка покупок волонтёры отправляются на поиски всего необходимого. Десять заказов в день нужно отработать каждой группе согласно путевому листу. Школьнице Анне Митюхиной пришлось научиться совмещать учёбу и волонтёрство. Я учителям сразу с утра пишу, что я иду на волонтёрство. Они мне дают задания дополнительные. Я им всё делаю и отправляю. Я помогаю жителям. Мне это очень нравится. То, что я могу помочь старому поколению, пожилому, которое не может выходить на улицы, которому сложно и нельзя. С самого начала пандемии в волонтёрском штабе состоят и 50 спортсменов. Доставка до квартиры пакетов с продуктами. Ещё одна дополнительная силовая нагрузка для атлетов Росмолспорта. Только в Люберцах они осуществили сотни выездов, направленных на оказание помощи жителям. За побуждение помочь людям. Как-то хочется поддержать людей. Не просто дома сидеть. Людям жалко. Не все могут выйти из квартиры. Не все могут позволить себе сходить в аптеку, купить лекарства. И некоторые боятся выйти, чтобы не заразиться. В основном в услугах волонтёров нуждаются люберчане в возрасте за 65 лет. И те, кто не может выйти из дома по состоянию здоровья. Многие из них уже неоднократно обращались за помощью. Наталья Бондарь без ребят в свои 80 не обошлась бы. Так много добрых людей. Особенно молодёжи. У вас же свои интересы. А вы всё своё время посвящаете пожилым людям, больным. Главное самое, что вы просто спасаете нам жизнь. Спасибо большое. Вам всего доброго, всего хорошего. Тоже будьте осторожны. А чтобы обезопасить самих себя, волонтёры строго соблюдают все необходимые санитарные требования.